Докладывать последним это всегда, знаете, перефразируя поговорку известную, последнему поросенку достается доклад в конце всего мероприятия. В общем, небольшая преамбула по поводу моего сегодняшнего доклада. 29 ноября мы ездили с коллегами в Казань на Digital Raid, проводили там мероприятие небольшое и что-то мы там рассказывали про кризис, который тогда еще как следует не начался. И, значит, стал не я с Гараев, а в свойственной ему открытой манере сказал, что мы тут разводим какой-то лохотрон и просто пугаем людей, чтобы свой консалтинг продать. Мы, в общем, повеселились, покивали головой, что действительно наполовину так. И это меня привело к осмыслению того, что вообще сейчас в рынке происходит. Мы, с одной стороны, как консультанты, а с другой стороны, как игроки инфраструктуры, отвечаем в том числе и за то, чтобы быть в некотором смысле нервной системой рынка. То есть мы передаем сигналы из одной части рынка в другую. И вот сегодня то, что я вам рассказываю, я буду рассказывать просто про картину, которую я увидел начиная с ноября по сегодняшний день. И поэтому я сегодня не буду вообще говорить, ну очень постараюсь не говорить слово кризис, ну вот в каком-то содержательном смысле, потому что действительно это слово, у которого какая-то очень непонятная семантика. Я буду говорить о том, что либо я видел сам, либо мне говорили другие люди с рынка. Ваши коллеги. Собственно, что мы увидели за это время? Во-первых, мы увидели, что был шквал заявок от клиентов в конце декабря. Наверное, у большинства здесь сидящих была такая ситуация. Во-вторых, мы увидели по рынку в среднем растет дебиторская задолженность, причем темпами большими, чем это ожидалось. Ну и в общем все. Кроме этого происходит большое количество суеты и произнесение слова кризис со сцены. Давайте просто примем как данность, что мы сейчас просто находимся в неких нестабильных условиях, в ситуации, в которой есть большое количество потенциальных негативных черных лебедей, на которых мы не можем повлиять. Это страновые риски отключения визы, свифта от банков, ну чего угодно может случиться. И что в этой ситуации нужно просто не суетиться, а делать важные дела. Я об этом буду говорить неоднократно. А получилось чего? Получилось, что все такие, как знаете, ну там хорьки, лемминги, сурикаты такие, кризис, 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 и все бежать. И вот знаете, когда лес горит, ну почему у меня доклад так называется, животные, они прямо толпой ломятся во все стороны сразу, ну чтобы убежать и выжить. Так вот у нас сейчас на рынке как бы лес в огне, но в воображаемом. То есть сейчас все зверьки, они думают, что лес горит. Хотя на самом деле, ну не очень понятно. То есть я вам не могу доказать, что лес горит. Да, всем страшно, да, рубль упал. Вот. Ну давайте представим, что как бы может лес и в огне, но пока еще не всех припекло. Так вот, все же начали во все стороны бежать одновременно, причем все начали бежать в одни и те же стороны. И я хотел вам рассказать о том, в какие стороны все уже побежали. Как раз вот Коля Фитюхин, да, об этом сказал в докладе, что не нужно пытаться копировать за всеми. А может так получится, что вы даже не будете копировать за кем-то. Вы просто, первое, что придет вам в голову на вашем, на вашей стратегической сессии, которая прошла там 2 января, да, или там не знаю какого, 11, когда вы там начали работать, вам пришла в голову куча идей. О, сейчас скри, скри, что надо делать. И, значит, этих идей, штук 6 или 7, пришло одновременно вместе с вами еще 10 тысячам владельцев веб-студии в России. И все побежали во все эти стороны. Итак, что мы увидели? Первый, ну вот, это, собственно, иллюстрация, не очень видно. Ну, в общем, все побежали и во все стороны побежали. Вот смотрите, летом 2014 года вот слева это крупное московское агентство, например, Агима. А справа это маленькие региональные веб-студии, которые пишут, значит, в почту и говорят, ребята, да давайте возьмите нас на субподряд, мы такие классные, мы можем делать так же, как вот те, но дешевле. Или еще второй вариант. Это, ребята, ну у вас же куча лидов прет из рейтинга Рунета, которые там за 3 копейки хотят сделать, ну вот как там на тендере, да, в докладе Саши Богданова там за 100 тысяч сайт. Ну давайте вы нам будете лиды передавать, ну вам же не жалко, вам все равно с ними делать ничего, мы даже выкупать будем. Так вот, летом это выглядело так, а осенью это стало выглядеть вот так. То есть агентства оказались буквально погребены под шквалом заявок и вплоть до того, что там Володя Завертайлов даже грозный пост написал в Facebook, после чего статью на CMS-магазин, я сказал, вы что, обалдели что ли, вы вообще фильтруйте, что вы делаете, мы вообще этим не занимаемся. И на Russian Interactive Wiki в ноябре я опрашивал компании и вот большинство крупных агентств говорили, что да, такая проблема, а это проблема, потому что у них забивается коммуникационный канал, по сути, она есть. Ну люди научились, стали просто письма в спам отправлять такие. И я начал спрашивать ребят, задал три вопроса. Во-первых, изменился ли поток вот таких заявок на субподряды от небольших компаний по сравнению с ноябрем-декабрем? Взяли ли кого-нибудь в результате вот этого огромного шквала заявок в итоге на субподряд или на передачу лидов? И что могут ваши старшие товарищи посоветовать вам вот в этом, в этой непростой ситуации сегодня? Я с вами делюсь результатами. Саша Ковальский сказал, что поток не сохранился, то есть, что был действительно шквал лидов до Нового года, а после Нового года все спят, что они никого не взяли из тех, кто вот им валил заявки, а им валилось по пять заявок в день в декабре на субподряды. Никого не взяли, потому что партнеры проверяются долго и в бою. И он говорит о том, что работает сарафан. Агентство в том числе рекомендует хорошо зарекомендовавших подрядчиков друг другу и есть такие компании, которые живут только на этом сарафане и зарабатывают там 70-80 процентов оборота именно на субподряде, но они это заработали сарафан. Егор Волков из Гринсайта тоже говорил, что был просто вал заявок адский. У него этот адский вал заявок сохранился. Они в результате одну компанию все-таки взяли на субподряд из всего этого вала и он сказал о том, что у компании реальные проблемы с самопрезентацией. Проблема в том, что компании не могут объяснить, чем они вообще отличаются друг от друга. Ну вот то есть там я Вася из Ржевска, я Петя из Воронежа, я Костя из Костромы и они все одинаковые. У всех там 8 человек сидит в штате, у всех одинаковые программисты, одинаковые верстальщики, одинаковое портфолио безликое. И ну вот то есть это такая рекомендация вот от Егора. Найдите свое отличие. И в принципе они ищут субподрядчиков на разные формы оплаты, на разные формы работы. То есть и работа с постоплатами, и работа с там ежемесячными там фиксированными платежами, таймин материал, их разные варианты устраивают. Да, ну Володя завертал, но я не мог не спросить. В общем у них поток упал резко. Ну то есть после того, как он написал пост, все поняли, что ну кто более-менее в рынке, что ладно, хорошо, Володю мы уберем из списка рассылки, что они вообще не берут на субподряд. И он порекомендовал переквалифицироваться в потоковую сборку на конструкторах. Идея кстати хорошая, не знаю, может быть останется время, если сказать, зацеплю. И Никита из Nimax сказал, что поток сохранился, то есть по-прежнему их спамят, что они никого не взяли нового, потому что у них уже есть пул проверенных субподрядчиков и новые, они даже не хотят тратить время на рассмотрение сейчас. И он порекомендовал прокачивать собственные продажи, потому что у большинства крупных агентств, по его мнению, партнерство давно налажено. В общем, чтобы вот эту ситуацию, на самом деле как-то, я надеюсь, что мне за сегодняшний доклад там Саша с коллегами с рынка из крупных агентств кинутся и заплатят, просто потому что я вам кучу времени теперь сэкономлю. В общем, чтобы такого не происходило, самое главное определите свои отличия, чем вы отличаетесь от всей этой массы. И заходите с четким предложением, рассылайте не по топ-30 или там топ-50 стеглайна в надежде, что хоть кто-нибудь ответит, а выберите те компании, с которыми вы действительно ощущаете, что вы можете эффективно работать на субподряде. То есть если у вас там крутая технологическая разработка, то наверное вам имеет смысл идти только в те компании, которые могут вам обеспечить подобные заказы, ну и так далее. То есть вам нужно вообще-то еще в рынке поразбираться, а не просто в топ-50 фигачить. Вот. Ну и да, оценивайте риски работы, потому что работа на субподряде имеет свои нюансы. И если вы, находясь в нестабильной финансовой ситуации, впишетесь в работу с крупным агентством на постоплате с задержкой через там два месяца после сдачи работ, то у вас все будет не очень хорошо, несмотря на то, что субподряд вы возьмете, конечно. Вот. Ну ладно, хорошо. Вот мы проспамили топ-50, никто не ответил, и мы думаем, все, реально, надо продавать московским клиентам. Мы же, ну как Adidas, только дешевле, а шить можем так же. Надо, нас однозначно купят, сейчас же кризис, все режут косты. Ну, самая дурацкая идея, которая может появиться, это, значит, отдай-ка я найму московского продажника, а то мне далековато из Иркутска летать. У меня там потом будет несколько ссылок на статьи почитать полезные, а в самом конце презентации будет ссылка, откуда ее можно скачать, вот прямо сейчас. И еще будет, наверное, Битрикс рассылать, я думаю. То есть, ну, не надо фотографировать, можно просто будет скачать. Вот. И как раз про это рассказывали, что найм московского продажника, если у вас нет менеджмента в Москве, это полный фейл. Ну, то есть он либо ничего не продаст, либо не сработает, либо продаст не то. Вот. В общем, плохо работает штука. Вот. Вторая история – это гендир челнок, который, значит, набирает кучу работ, ну, кучу каких-то потенциальных пресейлов, едет, общается, что-то продает, иногда возвращается. Вот. Ну, по такой модели очень много компаний сейчас пытается работать. И, в принципе, наверное, она одна из наиболее перспективных. Главная опасность, что потом это все может перерасти в гендировых товика или продажниковых товика, вот, который будет там, ну, там, ребенок начнет забывать, как он выглядит, не знаю, там, жена в сторону соседа заглядываться начнет. Ну, то есть всякие могут штуки произойти. Вот. В принципе, тоже, да, рабочая история. Вот. А потом это может быть вообще гендер переселенец, это как, ну, вот, там, кинетика полным составом переехала из Барнаула руководством. Как бы вы поймите, что, ну, поскольку московского продажника, ну, вот эта тема не сработает, то если вы начнете это ввязываться, да, то вас ждет просто последовательность, перерождение вот такая. Вот. И в конечном счете вам придется все равно зависнуть здесь, либо очень много мотаться. Вот. Еще хорошая модель, это засланный казачок, так у Нимакса как раз работает. У них вырос продажник очень хороший, Паша Веретенников, и они открыли офис в Москве, и Паша переехал в Москву. Вот. То есть он человек молодой, мобильный, ему это сделать было достаточно легко. Это человек, который был выращен в корпоративной культуре, который хорошо понимает продукты компании, который хорошо понимает производство, узкие места и так далее. Вот. Но надо понимать, что это все долгая история. И поэтому, если вы собираетесь в Москву, во-первых, вам надо снова начать понимать, чем вы отличаетесь, кроме цены. Да, вы можете в электронных торгах с двух мультов до сотки опуститься, да, но только ценовое отличие, оно все равно будет отыгрывать, ну, я думаю, что ближайшие месяцы. Потом все равно каким-то образом выровняется структура предложения, вам все равно нужно будет отличаться, потому что в демпинге вы будете просто загонять себя ниже ватерлинии по окупаемости проекта. Ни в коем случае не стоит сначала снимать офисы, потом искать клиентов, естественно. То есть у вас сначала уже должны появиться продажи, уже потом будет иметь смысл какой-то офис открывать. Вот. И эта история в долгую. То есть такой крик на Москву, он как бы за три месяца он реализуем слабо. Ну вот ссылки там можно будет почитать. У Дениса Лому отдельный доклад про это был, Никита писал. Вот. Вы, может, вообще халки. Ну, то есть решили, не, Москва это мелковато, надо сразу на запад. А что, рубль упал, мы будем, значит, чарджить в баксах и будем вообще в шоколаде, как сыр в масле кататься. Идея крутая. Вот. Ну, то есть самый простой это рабочий вариант для там компаний из трех-четырех человек, которым достаточно брать заказы на фрилансе на Одесске, если есть нормальный английский язык. По такой модели, ну, у нас в Питере есть количество компаний, которые работают небольшие. И, в принципе, вот это рабочая история. Если вы научитесь качественно работать с Одесском. Вот. Очень серьезная проблема выхода на западные рынки, очень серьезная. Это проблема языка и менталитета. То есть вы думаете, что, ну, они же там такие же, как мы, только у них, ну, лица как бы, ну, не знаю, более или менее одухотворенные, в зависимости от того, что вы думаете о Европе, например. Вот. Ну, и там перевести. А вот нифига. Оказывается, что там другой менталитет. В каждой стране начинаются свои погремушки, связанные не просто с тем, как вы будете делать проект или какой вы создадите продукт, а в том, как вы будете вести переговоры и вообще станут ли с вами в эти переговоры вступать. И, а, ну, это я пример дальше, наверное, приведу. И вот в этом случае рабочая схема, которую я видел в нескольких компаниях, ну, в том числе в питерских, Реалвебе и Кельнике, это найм местных сотрудников. Но для этого нужно понимать, что вам вы должны иметь возможность себе уже это позволить. То есть местный продажник в Финляндии или местный офис, там, в случае Реалвеба в Риге, вот эти вещи уже реально начинают работать, потому что они понимают проблемы и нет проблемы языкового барьера, потому что внутри люди разговаривают либо на русском, если это эстонцы, либо на английском, в случае финнов. Вот здесь уже появилось, в общем, достаточно большое количество текстов по поводу выхода на западный рынок. Я вот просто, если у кого-то была такая идея, категорически рекомендую прочитать, потому что важный опыт аккумулирован. Вот, ну то есть, соответственно, опять, да, вам нужно понимать, чем вы отличаетесь от всех тех компаний, которые будут предлагать себя конечным клиентам на Западе, в том числе и от ваших иностранных коллег, кроме денег. Помнить про проблемы языка менталитета и тоже надо понимать, что это не штука, которую вы сможете сделать за три месяца. Это там минимум от года. Следующая идея, которая приходит в голову боящимся зверушкам в горящем лесу, это, о, а у нас же, помните, мы там писали систему автоматизации для веб-студия. Давайте мы сделаем стартап, который, значит, будет система для, там, SaaS, система для автоматизации веб-студии. Она будет круче, чем один из Bittrex, потому что она будет заточена под веб-студией. Мы брать инвестиции из студии, то это, ну, мне кажется, да, не лучшая идея в кризис. Ну, по крайней мере, она должна быть очень круто просчитана. Второй момент, это то, что сейчас уже развился там фондовый рынок, там, фри, есть преакселераторы, акселераторы, куча разных фондов. И было несколько коллег, которые думали, о, а дайте-ка я попробую стартап запилить на базе акселератора. Идея хорошая, но сразу рассказываю, что для этого вам нужно либо выйти из веб-студии, либо не начинать стартап. То есть это может взлететь только в том случае, если один человек, ключевой управленец и идеолог стартапа постоянно занимается только им. Фри, например, не берут в акселератор, если человек физически не будет сидеть у них три месяца в офисе и физически заниматься стартапом. За эти три месяца, если вы оставите веб-студию, то вы вернете уже на руины. Вот, поэтому здесь тоже, да, важно понять, если у вас два партнера в веб-студии, один партнер реально может потянуть эту историю какое-то время, там, не знаю, три месяца, полгода, тогда в это можно попробовать вписаться. А, и вот, значит, время для истории, да. Ну, то есть бывает же такая идея, а что, действительно, зачем на российский рынок пилить стартап? Надо пилить стартап глобальный. Я же буду зарабатывать в евро, в долларах, в батах. Идея хорошая, но здесь, опять же, бывают проблемы языка и менталитета. То есть, во-первых, очень сложно раскачивать глобальный маркетинг, а, во-вторых, оказывается, что тот стартап, который у вас появился и который актуален для России, может быть абсолютно неактуален для заграницы. И здесь вот пример, что в Германии, например, одни ребята пытались сделать ресурс, а, они, значит, исследовали рынок и увидели, что там нет сервисов, которые бы позволяли автоматически отсматривать соответствие цены в объявлениях Google Adsense реальной цене в магазине. Ну, понимаете, да? То есть, ну, мы же пишем там, купи там, не знаю, там, телефон такой-то дешево за столько-то рублей, да? И вот эти сообщения, они генерируются автоматически. Нужно, чтобы цифра в объявлении полностью соответствовала цене, которая есть на сайте. И вот этих средств автоматизации там в Германии нет. И они такие, блин, почему? Надо пилить стартап, сейчас мы там рынок порвем, это же вообще взрыв мозга такой классный. И что вы думаете, оказалось? В Германии такие законы, что если там хоть один раз вы будете пойманы на том, что объявление не соответствует цене на сайте, даже если эта разница была всего там 10-15 минут, вы встанете в такие штрафы, что иногда бывает проще бизнес закрыть. Поэтому там в рекламах просто не указывают цены товара. То есть в немецких рекламах нет цены товара для тех товаров, которые могут поменяться. Поэтому там этот стартап в принципе невозможен, потому что его никто не купит. Ну, никто не будет им пользоваться. И вы не можете этого знать заранее, да, и на это нужно тратить большую работу. Итого, получается, что, ну, в общем, все очевидно. Не буду зачитывать. Ну и, в общем, завершая. Еще несколько идей просто, которые приходили всем в голову. Ну, первое, давайте демпинганем. И это плохая идея. И не в кризис, и в кризис. Вы можете думать, что сейчас адский кризис или кризиса нет, но демпинг это самая худшая идея из всех возможных вообще. Тем самым вы, во-первых, убиваете свою маржинальность, во-вторых, вы вообще убиваете рынок. Ну и вот мы встретимся такие через год здесь, там кризис отгрохотал или еще грохочет, и я спрошу вас со сцены, ребята, а кто в этом году демпинговал? И так треть зала поднимет руки, я скажу, вот поэтому мы все в такой заднице и находимся. Вот. И это будет правдой. Вторая страшная тема это вписываться в модную нишу. Вот сейчас, спасибо, Саша, я очень рад, у тебя был классный доклад. Я боялся, читая вот его как-то превьюшки, да, перед программой, что ты будешь про перформанс-маркетинг или дегенерацию что-то втирать. Я просто, я страшно боялся, думаю, как же так, Саша, про перформанс-маркетинг? Нет, ты справился, у тебя, дарю тебе идею, можешь называть это профит-маркетинг или там профит- генерация. Вот. Сейчас модная ниша, вот там Яндекс сегодня, я, к сожалению, не видел сам доклад, но да, перформанс-маркетинг, давайте продавать клиенту не пользу, это правильное очень, я согласен, а давайте продавать клиенту лиды, давайте продавать клиенту, там, не знаю, какой-то результат. И все прям ломанулись. Если вы собирали сайты на Битриксе пять лет, у вас не получится сделать никакого перформанс-маркетинга в ближайший год. И когда вокруг нестабильность, нужно делать то, что вы делаете лучше всего. А для этого нужно сначала понять, чего вы делаете лучше всего, а потом, ну, вторая задача тоже непростая, но найти тех, кто это купит. Вот. Но это все равно эффективнее, чем пытаться делать что-то, чего вы делать не умеете, и искать тех, кто это купит у вас, не умеющих этого делать. Это еще более жестокая задача. Поэтому за модными нишами гнаться не стоит. Имеет смысл найти свою нишу, в которой закрепить свои позиции сейчас, когда все кажется плохо и нестабильно. А потом, когда будет период стабильности, уже ни у кого не будет вопросов, кто в этой нише папа. Все будут это знать. Вот. Поэтому вот если все это просуммировать, получается, что есть такие рекомендации победителей. На первом месте стоит необходимость определить свои отличия от других. Вот посмотрите налево и направо. Вот у вас слева сидят люди, ползала. И справа сидит ползала. Ну там по краям немного меняется статистика. Так вот посмотрите по сторонам, подумайте, чем я отличаюсь вот от этих людей вокруг. Вот мы придем к клиенту. Вот я и еще четыре человека, которые вокруг меня сидят. Как я ему объясню, ну кроме того, что на мне очки другие и пиджак там вельветовый. Вот. Как я объясню, почему надо именно с нами работать? Саша это объяснит. А вот сможет ли каждый из вас это объяснить? Я не уверен. Я не увидел пока что из всех действий, которые предпринимают компании на рынке, а я довольно много сейчас трачу времени на то, чтобы следить за этим, тех телодвижений, которые бы дали быстрый профит в короткой перспективе. Все то, что делается, оно делается в долгую. И вам нужно быть готовым к тому, чтобы в долгую играть. И последняя рекомендация, которую, в общем, все говорят со сцены, вот прямо сейчас оптимизируйте все, что можно. Режьте лишние косты, то, о чем Коля рассказывал, по всем слайдам пройдитесь. Оптимизируйте все. Потом после того, как все оптимизируете, оптимизируйте еще раз. И это гораздо лучше, чем метаться в страхе воображаемого огня. Это будет гораздо более полезно для вас и для вашего бизнеса. Ну вот по такой нехитрой ссылке с вот с хэштегом битриксконфовским можно скачать презентацию и покликать на ссылки, чтобы посмотреть статьи, о которых я говорил. Вопросы? Все устали? Нет, все ждут экспертов. Мне кажется, просто сначала люди стесняются задавать вопросы. Сейчас они немножко подумают и начнут. Просто мы тоже проходили. Не стесняйтесь, задавайте Алексею вопросы. Редкая возможность услышать что-то умное, полезное и хорошее. Добрый вечер. Спасибо за интересный спич. Где вы, где вы? Я здесь. А, вот. Да, у меня вопрос слегка необычного характера. Что бы вы порекомендовали в период перед кризисом делать, если очень много проектов и стоит ли нанимать сотрудников? Нехватка сотрудников. Стоит ли сейчас браться за найм сотрудников? Или повышать стоимость проектов? Я понял. Я, к сожалению, не смогу ничего порекомендовать. Понимаете, на такие вопросы не существует правильных ответов. И если я что-нибудь порекомендую, то я сделаю умное лицо, но то, что я скажу, с вероятностью 50 процентов будет неправдой. В вашей ситуации может быть полезно как одно, так и другое, а может быть вообще третье, позакрывать все проекты и половину народа разогнать. Я не знаю, какова ситуация. Вот, к сожалению, так. У нас еще вопросы в зале. Спасибо, Леша. Спасибо. Твой доклад был, видимо, очень полным и ущерпывающим. Спасибо за него. Спасибо.